Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ИТВ в студии Александра Пермякова. Каким был сегодняшний день, знают наши корреспонденты. Они уже готовы поделиться самыми важными событиями. Цены на междугородние перевозки в Крыму поднялись от 10 до 50 рублей. Вторая волна повышения будет с 1 августа. Лучший троллейбус 55 рублей, насколько я знаю, был. А вот по этим в районе 100 рублей. Обнаружены два поля с удурманивающими растениями. Расследовать дела о коррупции чиновников теперь будут публично. Такова инициатива главы республики Сергея Аксенова. Крымчане должны знать о тех, кто нарушил закон. При этом никто не будет преследовать сотрудников органов исполнительной власти в интересах частных лиц. Расследование будет проходить по всем правилам. Глава Крыма считает, что первыми должны столкнуться лицом к лицу с общественностью. Министр промышленной политики республики Андрей Скрынник, арестованный за финансовые нарушения, и начальник крымской налоговой Николай Качанов, задержанный при даче взятки. В действиях Андрея Скрынника состава преступления не вижу. Вопрос с его задержанием раздут необоснованно. Изучив предварительные данные, объяснительные, которые собрали с трудового коллектива, мы видим, что вопросы освещались в публичном поле на завещаниях. Просто господин Скрынник в определенной ситуации неправильно сформировал позицию. Я его отстранять от должности не буду. То, что касается Качанова, это, наверное, первая в истории России ситуация, когда начальник налоговой не взял, а дал взятку. Но не вызывает ли это у нас определенных ассоциаций? Как у него могла созреть такая мысль? Я не защищаю господина Качанова. Если он действительно такие вещи делал, то должен ответить по закону. Пусть пройдут публичные разбирательства, и все станет на свои места. В Крыму поднялись цены на междугородный проезд. Теперь добраться автобусом в другие города полуострова стало дороже на треть. Цена билета выросла с 10 рублей на самые короткие маршруты до 50. Главная причина – госрегулирование тарифов на междугородное сообщение отменили. Возле автостанции «Курортная» в Симферополе немноголюдно. То ли погода плохая, то ли пассажиров кто-то спугнул. Индикатором случившегося выступают крымчане. Они первые отреагировали на то, что из окошка кассы сегодня доносится неприятная и даже шокирующая информация. Цена билетов в Севастополь была 110, а стала – 120. В Алушту вместо 72 теперь 84 рубля. Тройку самых дорогих направлений возглавляет Керчь. Билет туда теперь дороже почти на 50 рублей. Следом – Красноперекопск на 30 рублей больше и почти столько же – в Судак. Инициатор повышения цены на междугородний проезд – Крымавтотранс. Поэтому все билеты на автобусы, купленные через автостанции, отныне будут с измененным тарифом. Симферополец Илья от такой новости сразу же отпрянул сторону троллейбусных касс. Он каждый день ездит на работу в Алушту, и новые цены ему не по карману. Да, на лучший троллейбус 55 рублей, насколько я знаю, был. А вот по этим в районе 100 рублей что-то ездит. То есть 27% вроде как разово – это немного, но в течение… Если каждый день ездит, это, конечно, существенно. Придется теперь ездить троллейбусами. Это, соответственно, еще минимум минут 40 времени дополнительно. Солидарных с Ильей немало. Для этой семьи поездка на море в Малореченское еще вчера обошлась бы почти на полсотни рублей дешевле. Если раньше билет стоил 103 рубля, а сейчас стоит 123, для нашей семьи это накладно. Пенсионерка Евгения Ивановна сокрушается. Быстроходный транспорт теперь придется сменить. Теперь придется дешевле, чтобы на электричке менять бесплатно. Крымским студентам новая тарификация тоже не по душе. Олег из Севастополя считает – для поднятия цен просто нет оснований. Если бы автобусы стали более чистые, комфортные, может быть, я бы и платил такие деньги. А если они так же, там неприятный запах, грязно, непостиранные надголовники, подголовники даже. Либо кто-то себе берет в карман, либо просто без причины повышают тариф. В Госкомитете Республики по ценам и тарифам объясняют, почему повышение цен не удалось избежать. В прошлом году попытались мы здесь ввести регулирование города-межсубъекта, но столкнулись с тем, что перевозчики, ну, сил объективных достаточно причин, ну и субъективных во многом тоже, не имеют возможности доказать и обосновать, и как-то вот принять решение, сколько и как это вот будет. Обосновать вот в соответствии с буквой и духом законодательства РФ. Вместо обязательного госрегулирования цен на междугородние и межсубъектные перевозки по соглашению между Министерством транспорта Крыма, Госкомитета по ценам и тарифам Республики и Ассоциацией автомобильных перевозчиков установлен предельный уровень тарифов. С сегодняшнего дня это не выше рубля 40 копеек с пассажира за километр. Вот и получается, расшифровывает Ольга Егошина, за каждые 100 километров нужно будет заплатить до 20 рублей сверху. А с 1 августа к этой сумме добавится еще 10. Это последнее повышение, во всяком случае, на ближайшие полгода, уверяют в Госкомитете. Почему автоперевозчики подняли тарифы, объясняют подробно. Во-первых, обеспечить все перевозки. Во-вторых, обновить 10% подвижного состава в связи с увеличением тарифа. Поднять зарплату водителям до уровня, предусмотренную региональным тарифным соглашением, подчеркивает официальную зарплату, плюс перевозить всех львотников. До конца лета автоперевозчики должны предоставить отчет, в какие сроки они заменят автобусы и сколько их будет. Поднять зарплату водителям до среднероссийского уровня, сейчас она от 7 тысяч рублей, а нужно около 20. Цены поднимать также нельзя. Если мы зафиксируем более чем 5 тысяч нарушения соглашения, в том числе превышения тарифов, мы вводим государственное регулирование, ставим тот тариф, который был до отмены и до подписания соглашения. Что до цены билетов в пригород Симферополя и ближайшие к столице села, скажем, по Ялтинской трассе, то маршруты, проходящие через автостанции монополиста Крымавтотранса, тоже подорожали. Там за каждый километр пассажир заплатит на 5 копеек больше. Светлана Квитко, Николай Гришко, Служба новостей и ТВ. Преступлений подобного рода и такого масштаба в Республике Крым еще не было. Против участников организованной преступной группы, занимавшихся поставкой избытом крупных партий опиа, сотрудники Крымского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков возбудили уголовные дела. Напомним, в феврале наркополицейские жестко пресекли криминальный бизнес, который развивался на полуострове на протяжении нескольких лет. Тогда, во время обыска, в доме у основного организатора нашли не только свертки сопи, но и большое количество наличных денег в российских рублях и иностранной валюте. Выручку от преступного промысла. Помимо этого, в двухэтажном коттедже обнаружили множество золотых изделий, часов известных дорогих марок, несколько десятков мобильных телефонов, айпадов и планшетных компьютеров. По информации пресс-службы регионального управления ФСКН России по Республике Крым, участники организованной преступной группы пытались вывести криминальные доходы в легальную сферу, оформляли сделки на подставных лиц и родственников, покупали автомобили стоимостью более 1 миллиона рублей, земельные участки и даже имущественные комплексы, связанные с фермерским хозяйством. Главный организатор преступного бизнеса ранее уже был судим, в том числе за наркопреступления. Главный кодекс предусматривает при различных отечественных обстоятельствах до 7 лет лишения свободы, в качестве еще дополнительного наказания к тем срокам, которые эти наркопреступцы должны получить за сбыт наркотиков и за поставку их на территорию Крыма. Операция МАК-2015 уже дала первые результаты. В Крыму сотрудники регионального управления ФСКН России нашли два больших поля, засеянных коноплей. Все растения уничтожили. Акция стартовала 21 мая. Ее цель – очистить территорию полуострова от одурманивающих средств. Сейчас у наркополицейских работа особенно напряженная. Именно в июле МАК и коноплю собирают. И правоохранителям нужно определить злоумышленников и уничтожить зелье. Поиски будут продолжаться до конца октября. В России операцию МАК впервые провели в 2003 году. В Крыму – в 2014. Тогда за одно лето сотрудники ФСКН выявили порядка 30 мест, заросших дикорастущей коноплей. Найденные растения уничтожили. Данная акция имеет большой положительный эффект. Прежде всего, что она проводится комплексно. В нее включены массовые силы, все правоохранительные органы – МВД, ФСБ, пограничные управления, воинские части. В том числе задействованы активно органы государственной власти, Министерство сельского хозяйства. Сотрудники ФСКН просят крымчан облегчить им поиски, сообщать о предполагаемых случаях сбыта и хранения наркотиков, а также наркопритонах. Работает телефон доверия. Звонки принимаются круглосуточно. Мы продолжаем выпуск. Не переключайтесь. Далее вы увидите. Получить бесплатное образование можно даже, сидя за решеткой. Сегодня вручили аттестаты 38 заключенным в Симферопольской исправительной колонии. Очень интересно. Спасибо учителям. Десятидневный детский кинофестиваль «Алые паруса» стартовал в Евпатории. Звезды российского театра и телеэкрана с детьми будут смотреть кино и обучать их актерскому мастерству. Я говорю, что я всю жизнь работаю с детьми. С первой моей картины, которая вышла в 1969 году на экран, даже он до понедельника, где я сыграл двоечника Сараметникова. Получить бесплатное образование можно даже, сидя за решеткой. 38 заключенным в Симферопольской исправительной колонии сегодня вручили аттестаты об окончании школы. Подробности далее в сюжете. Образование – это луч света даже в тюремной тьме. Повысить свой интеллектуальный уровень, получить средне-техническое или даже высшее образование можно, и сидя за решеткой. Нет, это не миф и не мечта самих заключенным. В России получить такую возможность несложно. Как говорится, было бы желание. К примеру, Иван. Сейчас ему 35. Наказание он отбывает уже несколько лет. Очень интересно. Спасибо учителям, нашему директору Юрию Валентиновичу. Интересно. Присутствуют компьютеры, присутствует даже физкультура у нас в школе. Интересное обучение. За весь период обучения Иван так и ни разу не пожалел о своем выборе. Вместо тюремного жаргона ему больше по душе нормативная лексика. А вот любимые школьные предметы мужчины – биология, анатомия и история. Особенным для себя он обозначил время образования СССР. После отбывания наказания Иван мечтает стать бухгалтером или же финансистом. Стать грамотными гражданами Российской Федерации заключенным помогает Лариса Морозова. Эта женщина в буквальном смысле вкладывает душу в интеллектуальное развитие осужденных. В закрытом учреждении она преподает уже 13 лет. Когда я потом увидела этих учеников, они очень целеустремленные. Хотят заниматься, хотят учиться. Они просят справочники, которых у них не хватает. Я преподаю математику, и поэтому очень много справочников, которые нужны им для того, чтобы работать самостоятельно. Я благодарна каждому ученику. Они с большой благодарностью относятся к той работе, которую мы делаем. А работу свою я очень люблю и стараюсь давать профессионально. Через несколько лет большинство из 38 заключенных выйдут на свободу не только с чистой совестью, но и, быть может, со степенью бакалавра экономических или юридических наук. Ну а пока они только в начале длинного пути. В ближайшее время Крым должен стать лучшим курортом России, а его столица преобразится до неузнаваемости. С такими заявлениями выступил главный архитектор республики Александр Кузнецов на Всекрымском архитектурном форуме, который на полуострове состоялся впервые. В должности главного архитектора Крыма Александр Кузнецов всего месяц. За это время он уже успел рассмотреть не только красоты полуострова, но и его темную сторону. Архитектурный облик Крыма в плачевном состоянии. Его необходимо срочно восстанавливать, заверяет специалист. И здесь не обойдется без демонтажа. Основные архитектурные проблемы республики – хаотичные застройки и отсутствие градостроительной документации, сбором которой сейчас и занимаются. Что же касается столицы, она не так уж плохо выглядит, говорит Кузнецов, и уверяет, ему есть с чем сравнить. Добавляет проблема Симферополя в безвкусице. Разноплановые строения, окрашенные во все цвета радуги, не придают красоты столичным улицам. Ситуацию будут менять в корне. И главное, все будет происходить исключительно по закону. То, что действительно опасно для жизни населения, надо ликвидировать. То, что можно привести в порядок, надо приводить в порядок. Там, где можно поменять территорию, потому что наша задача – не обидеть людей, не загибать их в угол. Потому что я постоянно рекламирую себя. Среди архитекторов я больше всех снес объектов за свою жизнь. 3,5 тысячи объектов, можете себе представить, и живой остался. Но вот при этом. Это о чем говорится? Никогда не загоняйте людей в угол. То есть надо что-то давать, компенсировать. На форуме обсудили все возможности, которые имеет Крым для изменения своего облика в лучшую сторону. Архитекторы республики и города слушали московских коллег, обсуждали острые вопросы, рассматривали современные, новейшие проекты молодых специалистов. Симферополь должен развиваться, у Симферополя есть все предпосылки стать современным городом, который будет являться не номинальной столицей, а настоящей столицей, городом-собирателем Крыма. В ближайшие годы в Крыму должны появиться тысячи новых сооружений, которые будут покорять сердца тех, кто приедет отдыхать на самый лучший курорт России. Забегая в будущее, крымский архитектор добавил, он не сомневается, Как только санкции уйдут, Крым станет любимейшим местом отдыха европейцев. Александра Пермякова, Роман Инаньев, Служба новостей и ТВ Плеяда известных киноактеров в Крыму на протяжении недели будет учить детей из республики и других уголков России артистическому мастерству. Ежегодный детский кинофестиваль «Алые паруса» стартовал в Евпаторийском лагере «Лучистый». В рамках праздника, который пройдет также в Артеке и Сахском лагере «Звездный», юные зрители выступят в качестве жюри. Они будут оценивать фильмы, снятые режиссерами из России, Белоруссии, Азербайджана и Мексики. Среди приглашенных актеры Марат Башаров, Александр Домогаров, Сергей Гармаш, Алексей Чадов, Владимир Меньшов и многие другие. На открытии «Алых парусов» побывала съемочная группа ИТВ. Это уже 23-й фестиваль «Алые паруса». Раньше творческий конкурс «Детище народного артиста СССР» Василия Ланового проходил на базе Артека. Однако в этом году организаторы решили расширить географию фестиваля. Программа распределена между тремя детскими лагерями республики – «Лучистым» и «Звездным», а также самим Артеком. В 2015-м фестиваль приурочен сразу к трем праздникам – юбилеям Великой Отечественной, Артека и киностудии имени Горького. У «Алых парусов» сразу две особенности – известные актеры на протяжении 10 дней выступают перед детьми с мастер-классами. Юные таланты после общения с кумирами сами определяют, стоит ли связывать жизнь с таким интересным, но сложным ремеслом, как кино. А если уж определились, что точно хотят блистать на экране и сцене, из первых уст узнают, что именно для этого нужно сделать. Рассказываем, как делается кино, говорим, как идет жизнь актера, как мы стали актерами. Естественно, основное направление – то, что они задают вопросы. Их интересуют. И иногда бывают просто руки, как лес стоит, и все хотят задать вопросы. Вторая особенность фестиваля – юные зрители выступают в ответственной роли членов жюри конкурса. На суд самых строгих критиков известные режиссеры представляют свои киноработы. В нынешней программе 11 полнометражных фильмов, 5 анимационных картин и 9 короткометражек. Один из конкурсантов – Сергей Баталов. Известный на всю страну благодаря съемкам в фильмах «Ширли-мырли» и «Граница таежный роман», а также более современных «Елках», Баталов привез в Евпаторию новое кино. Я привез на фестиваль фильм «Частная пионерская 2». Там я снимался, и режиссер этого фильма Александр Карпиловский. Это продолжение фильма «Частная пионерская». Надеюсь, что мы снимем «Частная пионерская 3». А вот на фестивале я с удовольствием представляю фильм «Частная пионерская 2». Это замечательный фильм про пионеров 70-х годов. Я надеюсь, что это будет интересно. На сцене и за кулисами трудится звезда советского хита «Доживем до понедельника». Юрий Чернов. В ленте он исполнил роль двоечника Сыромятникова. Для нынешних школьников звезда российского кино исполнил песню «Хорошее настроение». А затем и потрудился над заразительной пантомимой. Дети с удовольствием повторяли за мастером перевоплощений сложное движение. Именно младшее поколение – любимая аудитория Чернова. С маленьким зрителем Юрий без труда находит общий язык. Я говорю, что я всю жизнь работаю с детьми. С первой моей картины, которая вышла в 1969 году на экран, даже до понедельника, я сыграл двоечника Сыромятникова. С тех пор я с детьми работаю. А потом были фильмы, сказки для детей, приключения электроника. Потом вел на телевидении передачи «Спокойной ночи, малыши». И были такие передачи в праздник каждый день. Поэтому дети – это моя публика. И я очень их люблю. Эти талантливые девочки приехали в Крым из подмосковного Королева. Все они – начинающие актрисы. Для них фестиваль «Алые паруса» – драгоценный шанс научиться премудростям лицедейства. Все участницы фестиваля уже занимались под руководством известных актеров на различных конкурсах, но продолжают ездить по стране в поисках возможности получить как можно больше ценных советов. Да, научились, потому что это очень удивительно – встречаться со знаменитостями. И встречать их лицом к лицу, видеть вживую – это очень потрясающе. Я научилась танцевать хорошо, я научилась понимать друг друга. Фестиваль стартовал в Евпаторе. Официальное открытие запланировано на вечер 4 июля. Церемония, которая по оценкам организаторов обещает стать одной из самых зрелищных за всю историю проведения конкурса, пройдет в Артеке. Спор делается именно на них. Именно отечественное кино, которое пронизано нашей духовностью, где мы узнаем наших родных актеров, помогает нам сохранить вот эту преемственность, которая делает нас особенными, которую Россия делает цивилизацией. Поэтому поддерживаем и уверены в том, что сделаем все необходимое, чтобы Крым был пузницей, Крым был столицей киноиндустрии во всей России. Также в Евпатории с детьми работала звезда сериалов «Тайный знак», «Участок» и продолжение фильма «Ирония судьбы» Марина Яковлева. А уже на открытии конкурса к ней должны присоединиться другие известные киноактеры. Тарас Брезицкий, Роман Ананьев, Служба новостей и ТВ, Евпатория. Это все события на сегодня. А вы не забывайте, мы делаем новости вместе с вами и для вас. Звоните к нам в редакцию по номерам телефонов, которые вы видите на экране. Ну а сейчас я передаю слово Тарасу Брезицкому. Он подготовил новости спорта. Всего доброго. 65 спортсменов из Жанкоя, САК и Нижнегорского приехали в Севастополь на чемпионат Крымского федерального округа по гребле на Байдарках и Каное. После долгого перерыва этот вид вновь развивают на полуострове. Думаю, в дальнейшем оно должно сохраниться как-то и будем стараться его проводить. На дебютном чемпионате дающим спортсменам путевки во всероссийскую соревновательную программу участники преодолели различные дистанции от минимальной 200 метров до самый большой километр. Несмотря на невысокую популярность гребли в Крыму, в последние годы этот вид спорта пользуется популярностью среди жителей полуострова. Проблема в другом – недостаточной инфраструктуре и отсутствии баз. С Каное и Байдарками пока научились управляться лишь в нескольких населенных пунктах республики. Проблемы с базой есть и в самом Севастополе, но спортсмены продолжают тренироваться и выступать за идею. Стимул сейчас как никогда серьезный – попадание на чемпионат России, который будет проходить в Воронеже в середине августа. Но сборная Крыма и города-героя пока поедут покорять большую воду лишь в качестве учеников. Они будут перенимать приемы мастерства опытных коллег из других уголков России. Очередную медаль привез в Керчь ветеран крымского плавания Сергей Биховец. На этот раз опытный спортсмен выступал в Москве на международном турнире «Блэк Сепия». В соревновании поучаствовали две с половиной сотни пловцов из России, Финляндии, Эстонии, Латвии, Молдовы, Белоруссии и Казахстана. Биховец выступил в возрастной категории «Мастер» с 45-49 лет. Для крымчанина, который выигрывал различные награды внутренних стартов полуострова, это был первый экзамен подобного уровня. С таким испытанием пловец из Керчи справился на отлично. Сергей стартовал сразу на трех дистанциях, в различных вариантах спринта вольным стилем. Он проплыл 50, 100 и 200 метровки. На самой короткой дистанции Биховец стартовал с четвертым результатом. От участников призовой тройки он отстал всего на 0,07 секунды. Зато два оставшихся заплыва стали для мастера сверхуспешными. Сергей Биховец выиграл 200-метровку с результатом 2 минуты, 15,52 секунды. Это лучшее время в России среди ровесников крымчанина в нынешнем сезоне. Классический спринт Сергею пришлось преодолеть в тот же день. И тут пловца вновь ожидало золото московского турнира. Всего на 0,06 секунды Биховец вышел за рамки минуты.